здравствуйте друзья с вами лара володина и мои слова благодарности вам всем за помощь в покупке корма дней на 10 14 у нас получится закупить а дальше снова будем что-то думать искать возможности ведь у меня их 250 спасибо друзья что откликнулись и снова и опять помогли нам жить дальше а теперь о наших кровавых буднях баре этот послушный ребенок пострадал от укусов сородичей по во время эпилепсического приступа я рассказывала вам о нем и вот сейчас он в стационаре и за его ногу борются врачи заживление идет сложно раны очень глубокие до кости в какой-то момент врачи заговорили об ампутации ноги было все на грани сепсиса довозили еще лекарства в клинику которого у них не было и вот сейчас есть только небольшая динамика наконец-то в лучшую сторону нет нового некроза показатели крови тоже немного улучшились радуемся пока этому и лечиться нам еще долго а после клиники куда нам идти не знаю в общую стаю ему нельзя друзья баре нужна наша помощь без лечения в стационаре никак не обойтись только строгий контроль врачей и обработки в стерильном боксе ему лежать там еще предстоит только бы не ампутировать ногу поэтому только стационар и только врачи вся надежда на них а у нас не минуты покоя теперь друзья об очередном песике штруделе спасенный зимой в минус 50 с окровавленной шеей забирала я его из ппж мальчик приехал мальчишка очень хороший и вот опять на ровном месте на ухе точнее само ухо все опухло стало как яйцо надувное круглое жесткая драк не было покусов тоже не было сразу же вызвали доктора которая назвала вердикт гематома ушной раковины и такое бывает от чего это может быть да чего угодно сказала она от ушиба неудачного почеса и если там была царапина то мог ногой занести грязь или инфекцию или мог лопнуть сосудик и пошло воспаление пришлось делать наркоз вскрывать ушную раковину и убирать содержимое теперь антибиотики и обработки друзья хочу еще показать вам сегодня маленькую возрастную собачонку весом три с половиной килограмма в возрасте девяти лет это мальчик его сдали хозяева в ппж собака сидит в жутком стрессе глазенки напуганные кругом лай собак своего дома она больше не увидит к тому же простужена надо лечить хрипы в легких кашель насморк вместе с собачонкой сдали и своего кота добротного голубоглазого и неухоженного закончилась хоть и и плохонькая но домашняя их жизнь таких малышей думаю надо спасти старость это не приговор у каждого свой срок жизни давайте друзья вместе поучаствуем в их спасение я очень вас прошу пусть старость доживут в нормальных условиях очень нужна помощь и на лечение а это не быстро и на перелет пожалуйста помогите им друзья многие из вас спрашивали про детка который приехал в феврале из бурятии и похоже собрался тогда умирать ребенок ничего не понимает такая жизнь скотская была у него ну-ка а тут как ну да малыш ну покажи ой 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 что с глазом ой 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 малыш не обрабатывать все-все надо быстрее спеши обработать чтобы был легче так 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 покажи мне и че а челюсть посмотрите челюсть да там лет сто пятьдесят лет и сколько проживет малыш весь поломанный на носу и челюсти он-то собрался умереть но мы ему не дали вылечили его хотели чтобы он увидел и нормальную жизнь и вот он у нас живет хороший аппетит следит за порядком любит полежать под деревом когда тепло или наблюдать за всеми из своей будочки но вот недавно случился у него инсульт стал ходить кругами мы снова его прокололи пьет таблетки умереть снова не дали вот так стараемся поддержать даже тех жизнь которых висит на волоске друзья спасение новых животинок у нас есть всегда всегда кого-то спасаем щенка котенка собачонку но и ответственность за уже спасенных огромная и финансово затратная спасать стало еще тяжелее ограничены в средствах поэтому остаются точечные спасения которые тоже даются нелегко когда вы помогаете то успеваем еще кого-то спасти и наоборот я благодарю каждого из вас за каждый рубль и за то что вы есть у нас и не остаетесь безучастными друзья помогайте а мы сделаем все на что хватит сил и средств насыщий насыщие